Пора строить и ремонтировать. В Засияжском микрорайоне «Новая жизнь» вплотную займутся развитием инфраструктуры. Губернатор Сергей Морозов приехал в новый квартал в компании чиновников и министров. Еженедельно будем объезжать с вами строительные объекты, где мы что строим, поэтому заранее начинать знакомиться. Это не только город Ульяновск, это вот Димитровград на следующей неделе будем смотреть, где какие объекты, социальная инфраструктура, инженерная инфраструктура. Мы будем с вами вместе заранее проектировать. Микрорайон «Новая жизнь» рассчитан на 20 тысяч жителей. По масштабу его можно сравнить с сельским районом. Разумеется, на этой территории нужны детские сады и школы в шаговой доступности. По расположению подходит школа номер 43. Ее капитально ремонтируют. Учебное заведение откроют к 1 сентября 2021 года. Также в жилом массиве появится еще один детский сад. Дом, который строится и будет сдан в ноябре месяце, в этом доме будет детский сад на 100 мест. Мы вошли в федеральную программу. Финансирование федеральное – 76 миллионов. Всего детский сад будет стоить 92. Для жителей микрорайона построят поликлинику. Она будет находиться на первых двух этажах дома номер 7 по улице Александра Невского. Медучреждение будет вмещать до 10 детских участков. По проекту поликлиника рассчитана на 200 посещений смену. Мы сейчас вносим изменения в программу развития на 2021 год, чтобы эти деньги туда завести. Сколько? 82 миллиона. С ремонтом. Но это уже будет под ключ или нет? Под ключ. Обсудили и строительство спорт-объектов. На территории микрорайона построят крытый футбольный манеж. Его возведение начнется этим летом. Подтверждение на 162 миллиона федеральных денег. В марте у нас будет? В апреле сего. В летом теоретически мы можем начать строительство крытого спортивного. Да, единственное, он будет в единственной стране. В новой жизни будет место и для творческой деятельности. В ближайшем будущем откроются два филиала детской школы искусств номер 6. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Улправди ТВ.